В Лангияле есть и другая долина, долина Шиповника, и там нет ни счастья, ни свободы. Там правит жестокий тенгил и злая страшная дракониха Катла. А вот и добрый дедушка Матиас. Это у него прятались Юнатан и Сухарик перед тем, как отправиться в страну тенгила. Смотрите, их путь идет через мост на страшном водопадом Карму. Вот здесь-то братья и увидели в первый раз дракониху Катлу. Это была настоящая дракониха из первобытных времен. Потом был последний бой, и долина Шиповника стала опять свободной. Но Катла обожгла Юнатана своим огненным дыханием, и он совсем не мог больше двигаться. Смотрите, вот они сидят там на скале над пропастью. Юнатан рассказывает о другой прекрасной стране, в Нангелиме. Вы помните, что сделал Сухарик? Он взвалил своего брата на спину и прыгнул с ним в пропасть. Туда, к свету, в Нангелиму. А кто там стоит у калитки? Ну, конечно же, Альфред. Сегодня воскресенье и в Катхунте гости. Вот они уже подъезжают к дому, смотрите, и флаг уже поднят. Ну да, ну да, это мы так думали. Это же Эмиль поднял сестренку Иду наверх на флагшток. Вот и попала Эмиль опять в столярную мастерскую. Как и всегда, когда он машанит. Но смотрите, Эмиль вовсе не в столярке. Он давно оттуда перебрался в кладовку с продуктами. Вот он там развалился на полке и спит. А что это вокруг него? Не колбасная ли это кожура? Другую проделку Эмиль учинил на второй день Рождества. Он пригласил в гости в Катхунь всех старых голодных людей из приюта для бедняков, чтобы они хоть один раз наелись досыта. Да, Эмиль, правда, добраясь. Класс. Вы заметили, что мы летим? И огоньки там внизу. Это должно быть Стокгольм и Фассастан. А это дом, где живет малыш. Вот он сидит там у окна и ждет Карлсона, как всегда. Вы помните, что Карлсон – это умный, красивый, в меру упитанный мужчина. В самом расцвете сил. И он прилетает, когда ему вздумается. Он живет в маленьком домике на крыше. Ну-ка посмотрим, как он там устроился. Ой-ой-ой, какой ужасный беспорядок. Штучки-дрючки. Ой. Поехали-ка поскорее отсюда. Штучки-дрючки. Леонид, что с нами случилось? Ой. Мы стали совсем крошечными. Такие же крошечные, как крошка Ниль с Карлсоном. Он был совсем маленький, не больше, чем мальчик-спальчик. И жил под полом, под кроваткой Бертили. Там он снимал квартиру у одной противной крысы. Бертили тоже хотел стать таким же крошечным, как Нильс, чтобы играть с ним. Вы только представьте себе, как это замечательно. Стать таким малюсеньким, что можно купаться в блюдечке из-под варенья. Ой, какая гроза. Мы в темном лесу. Сюда наледился? Все ясно. Мы в лесу Маттиса. Там, где прячутся разбойники. Вот они там вдалеке. Смотрите, здесь за камнями живут коварные севые гномы. А там лохматые тюхи прямо под корнями деревьев. А это кто? Это Роня и Бирк. Они живут теперь в медвежьей пещере, чтобы их все оставили в покое. И чтобы не участвовать больше в ссорах между бандой Маттиса и бандой Борки. Вы слышите, разбойники Маттиса стоят около пропасти и просто бесятся от злости, потому что разбойники Борки заняли другую половину замка по ту сторону. Но в конце концов они все становятся друзьями. А когда наконец наступает весна, Роня может накричаться в сласть. Вы слышите ее весенний крик? Ой, а здесь что случилось? Это же пожар! Смотрите, Юнатан взвалил на спину своего больного братика по прозвищу Сухарик. И вот-вот выпрыгнет с ним в окно. Юнатана больше нет. Он погиб, когда спасал своего братика. И бедный Сухарик остался один. Но однажды вечером прилетел белоснежный голубь и уселся на подоконнике. Сухарик сразу понял, что это Юнатан. Я верю, Юнатан. Я верю, Юнатан. Я верю. Когда Сухарик умер, он тоже попал на одеяло, в вишневую долину. Там он встретил... Татьяна Венчарка Продолжение следует...